Феномен нехороших квартир Сгоревшая квартира Эта жуткая история произошла с братом моего друга. Этот парень Егор со своей женой Леной живут в квартире отремонтированной после пожара. Но что самое ужасное, раньше в этой квартире жили родители Лены, которые там заживо сгорели. Конечно история страшная, но квартира была полностью отремонтирована, да и жить где-то было нужно. Но как не сложно догадаться, в квартире вскоре стали происходить странные вещи. Егор работал в порту и часто в ночную смену. Лена однажды ему призналась, что не может спать в его отсутствии. Она рассказывала, что когда ложится спать, начинает слышать голоса за стеной за дверью над ухом. Причем о чем говорят непонятно, слышится только гул голосов или бармотания. В результате Лена ночами просиживала на кухне в ожидании мужа. Егор посоветовал ей засыпать с включенным телевизором. Летом Лена с Егором и детьми уехали на дачу, их не было целый месяц. Но когда они вернулись, то соседка снизу обескуражила их заявлением. «Вы разве уезжали? А вы что, кому-то ключи оставляли? Я постоянно слышала у вас в квартире шаги». Супруги переглянулись, потому что ключи никому не оставляли. Однажды и сам Егор столкнулся с чем-то странным. Он вернулся с дежурства в два часа ночи, открыл дверь своим ключом и включил свет. Прихожая выходила в коридор, который заканчивался дверями в ванну и туалет. И тут Егор увидел, что кто-то поспешно заходит в туалет, закрывая дверь. Причем в двери мелькнула нога и подол ночной сорочки, белой в красный горох. Егор был уверен, что это Лена. И даже не сильно удивился, что на ней одета какая-то незнакомая ночная сорочка. Он пошел на кухню. Закурил, выпил чаю, думая, что сейчас зайдет Лена. Но она не зашла. Он заглянул в спальню и увидел, что Лена спит. Он лег рядом. А утром спросил ее, заходила ли она ночью в туалет, когда он пришел. Лена ответила отрицательно. Тогда он рассказал, что видел, как какая-то женщина в длинной сорочке, белой в красный горох, заходила в туалет. Лена не сочла его сумасшедшим. Наоборот, испуганно прошептала, что подобная сорочка была у ее матери. Егор не знал, что и делать, и кому обращаться за помощью. Первой почему-то пришла на ум старушка снизу, которая знала родителей Лены. Старушка их выслушала и велела вызвать священника, чтобы осветил квартиру. Квартира была освещена, и говорят, что призраки в ней больше не появляются, хотя и страшновато там жить. Роддом на костях В нашем городе лет 50 назад построили роддом. Причем место для строительства выбрали старое кладбище, которое благополучно снесли перед строительством. Я не была знакома с врачами, работающим в этом роддоме, поэтому не знаю страшилок, а владею только фактами. Так вот, у этого роддома были самые худшие показатели в области. Там очень часто умирали новорожденные, дети рождались болезнями, было очень много отказников. Лет шесть назад местная власть приняла решение построить новый роддом. Не знаю, с чем это было связано. Наверное, с тем, что старый роддом обветшал. Местом для строительства выбрали пустырь. И опять факты. Новый роддом уже через пару лет признали лучшим в области по показателям. Хотя врачи и даже главврач остались прежними. Скелеты в погребе На улице, где прошло мое детство, стоят старые деревянные дома. Их жители никогда не жаловались на какие-то потусторонние явления. Но вот новым жильцам на нашей улице не повезло. Семья военнослужащего с севера, муж с женой, дочь и сын, купила на нашей улице старый заброшенный сад и стала строить на этой земле дом. Дом получился очень красивым. Это был один из первых особняков в нашем районе. Все думали, что приезжие очень богатые и живут отлично. Но однажды жена военного, назовем ее Анна, пришла к нам в гости и поделилась, что все далеко не так гладко. Анна рассказала, что недавно ее муж начал выкапывать под домом погреб и наткнулся на два человеческих скелета. Причем они находили в сидячем состоянии. Конечно, скелеты перезахоронили, но неприятный осадок остался. Анна потом жаловалась, что не может находиться одна дома. Она постоянно ощущает страх, а иногда чувствует ледяной сквозняк, который появляется внезапно при закрытых окнах и дверях. Потом эта семья почему-то совсем прекратила общение с жителями улицы, поэтому дальше я расскажу по своим наблюдениям. Муж Анны стал спиваться и выглядел жалко. Сама Анна стала какой-то странной, ходила не поднимая глаз и никогда не здоровалась первая. Прошло немного времени. Дочь Анны уехала в другой город и там вышла замуж. Когда у нее был отпуск, она позвонила матери и предложила съездить вдвоем на море. Но они даже не доехали до моря, им срочно пришлось поворачивать обратно. Им позвонили и сообщили ужасную новость, что младший сын разбился на машине. Разбился он страшно, на всей скорости врезался в стену монастыря. Причем в монастырской стене ничего не было, даже камушка не отлетела, а мальчик погиб. Теперь вообще на эту семью жутко смотреть. Муж Анны совершенно спился, а сама Анна почти никогда не выходит на улицу. А когда иногда выходит, тихо разговаривает сама собой. Я, конечно, не связываю между собой трагедию и скелеты в погребе. Просто хочу сделать вывод, что жизнь на костях, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Дом не хотел, чтобы в нем жили. Когда мне было 14 лет, мы переехали в новый пятиэтажный дом. У нас была хорошая четырехкомнатная квартира на втором этаже. Этот дом строили специально для семей военных, поэтому соседи у нас тоже были замечательные. На первом этаже под нами жил ветеран афганской войны с женой и двумя детьми. На третьем этаже над нами офицер с женой и двумя сыновьями. На четвертом этаже по нашей стороне жил начальник тюрьмы. Добрый такой интеллигентный мужчина. Кто жил на пятом, к сожалению, не знаю. Сразу скажу, что квартиру мы не освещали, потому что было решено, что мы будем ее обменивать на вариант в центре. Но, как часто бывает с продажей или обменом, дело затянулось на пять лет. И сначала все вроде было нормально, но вскоре я поняла, что не могу спать в своей комнате. Мне постоянно там снились страшные сны, причем следующего характера. Мне снились черные кошки с горящими глазами, которые окружали меня и пытались накинуться. Я умом понимала, что на самом деле это не кошки, и начинала читать молитву. Кошки исчезали, а я просыпалась. Но что самое страшное, в этой квартире со мной ночью происходило следующее. Я просыпалась с ощущением того, что не могу ни закричать, ни пошевелить рукой или ногой. На самом деле это очень жутко. Лежишь и думаешь, умрешь ты или отпустит. При этом не покидает ощущение, что рядом кто-то присутствует, какой-то персонаж кошмарного сна. Сразу скажу, что в других квартирах этого со мной не происходило никогда, да и страшные сны мне и сейчас очень редко снятся, а там это было постоянно. Мама, чтобы я не боялась, побрызгала стены святой водой и разрешила завести кошку. С кошкой тоже произошло странное. Она была приучена к лотку, и я поставила ей лоток в туалет. Туалет был в самом конце коридора, за углом. Так вот, кошка отказывалась туда ходить. Она вообще отказывалась гулять в конце коридора. Пересекая коридор, например, по пути в комнату, кошка вдруг начинала шипеть, глядя в сторону туалета. Один раз, причем днем, я увидела, как кошка на полусогнутых лапах пятится по коридору, отчаянно шипит и плюется в угол, и шельс на ней стоит дыбом. Было очень страшно. Еще был такой странный феномен. У нас в квартире очень часто перегорали лампочки. Причем не просто перегорали, они взрывались. Мы пригласили электрика, но он сказал, что проблем с напряжением нет. Вот такой пример. Однажды я ночевала вдвоем с сестрой. Мы допоздна смотрели телевизор, потом разошлись по комнатам. Я оставила в коридоре свет, потому что еще хотела умыться, но вдруг в коридоре раздался жуткий треск. Мы с сестрой обе заорали, каждая из своей комнаты. Я боялась высунуться, и ждала, что сестра выйдет первой и скажет, что произошло. Она вышла и сказала, что это взорвалась лампочка. Блин, она тогда круто взорвалась на сотню мелких осколков. Как-то раз сестра приехала на один день с подругой художницей. Аня, так звали подругу, ночевала в комнате как раз в конце коридора, где почти никто никогда не ночевал. Утром Аня сказала, что оставила на ночь открытая дверь, а ночью, проснувшись, увидела через открытую дверь в конце коридора белую прозрачную фигуру. Тогда она включила свет и спала со светом. Наши подозрения, что этот угол в конце коридора какой-то нехороший, подтвердились снова. Наш дом был выстроен в частном секторе, и вокруг было много деревянных домов. Моя мама решила расспросить местных жителей, что раньше было на месте нашего дома. Все отвечали, что был пустырь. Больше никто ничего вразумительного сказать не мог. Но с домом действительно было не все в порядке. Вот помню еще один случай. В первом подъезде дома кто-то умер. Не прошло и сорока дней, как во втором подъезде тоже кто-то скончался. Тогда мне моя сестра сказала, что в течение сорока дней умрет кто-то третий. Есть такая примета. Я почему-то взяла в голову ее слова. Где-то недели через две ночевала в квартире одна. Все были на даче. Ночью я проснулась, и почему-то больше не смогла уснуть. Я стала смотреть телевизор, а потом услышала шаги и голоса на лестнице, и поняла, что что-то произошло. Оказывается, в эту ночь умер сосед с четвертого этажа. Но это, конечно же, не все истории про дом. Вообще, я не скажу, что было как-то особенно страшно жить в этом доме, но было очень неуютно, и у меня не раз складывалось ощущение, что дом сам не хочет, чтобы в нем жили люди. Жильцы в нашем доме менялись как перчатки, то есть квартиры то и дело перепродавали. Меня дом изводил страхом. Честно скажу, когда родители были на даче, я вообще не спала до первых лучей солнца, смотрела телевизор и слушала музыку, и старалась никуда не выходить из комнаты. Я даже не знаю, откуда брался этот страх. Он просто появлялся из каких-то мелочей. Сначала в прихожей что-то упадет, потом что-то зашуршит, потом увидишь какое-то движение боковым зрением, ну и так далее постепенно нагнетается. Мне вообще не хотелось идти домой, и для меня было большим счастьем остаться ночевать на даче или у подруги. В целом, время, которое мы жили в той квартире, на нашей семье отразилось негативно. Начались болезни, проблемы с деньгами. Все это прекратилось, когда мы переехали. Но на самом деле, не только у нас тогда все было плохо. Начались проблемы в семье ветерана Афганистана снизу. Они с женой начали спиваться. За каких-то там пару лет эта семья из благополучной работящей стала самой ужасной в нашем доме. Муж с женой стали жутко пить. Вскоре муж заразился сифилисом, уехал в деревню. Сына забрали в приют, а мать шестнадцатилетней дочерю превратили квартиру в ужасный притон. Офицер сверху стал бухать, и мы часто ночами слышали, как плачет от горя его жена, а может быть он ее еще и избивал. Его кодировали, но все было бесполезно. Его сыновья вскоре разъехались, а жена ушла, а он так и продолжал бухать. На четвертом этаже умер мужчина, и квартиру пытались продать. От соседки напротив ушел муж. С жителями других подъездов я не общалась, поэтому не могу сказать, что было у них. Мы были очень рады, когда наконец уехали из этой квартиры. Ее купил у нас один мужчина. Через год мы случайно столкнулись с ним в банке, и он сказал, что очень сожалеет о своей покупке. Он ни дня не прожил в этой квартире, а так и живет с женой и детьми в частном доме без удобств, и теперь пытается продать эту квартиру. Он сказал только одну причину, почему не хочет там жить. Там как-то неуютно. А я хочу добавить, что когда мы переехали в новую квартиру, я сразу почувствовал себя в ней очень спокойно. И даже оставшись ночевать одна, спокойно спала без света и телевизора. Поэтому я верю в нехорошие квартиры и никому не желаю жить в них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова